Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Аркадий Балкан. Я посмотрел недавно ролик, который представлял новую лагерную программу, и у меня появились вопросы. И с ней, конечно же, я обратился непосредственно к основному организатору, пастору нашей церкви Анатолию Гурдъяву. Брат Анатолий, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Два года назад у нас была лагерная программа, название которой было «Илья XXI века». В прошлом году почему-то программы не было. Это будет как-то так, вот, ежегодные. Какая периодичность программы? Ну, в прошлом году было, отсутствовало по понятным причинам ковид. Вы были все. Да, ковид. И просто мы планировали, мы даже и много планировали в городе мероприятия, и арендовали залы. И когда ковид, скажем так, случился, нам возвратили деньги и расторгли с нами договора. То есть это было везде. Поэтому, к сожалению. Но вообще мы планируем проводить ее каждый год, потому что мы в этом видим большую потребность. То есть к осени каждый год можно планировать время и... Да, планируйте каждый год, дорогие друзья, планируйте каждый год время к осени. Это, как правило, август, сентябрь, даже был октябрь, кажется, у нас. Да, начало октября. Поэтому погода прекрасная, всегда планируйте. Спикеров вы знали, которые были в прошлом году? Это был Александр Болотников и... Михаил. Михайловский был, Андрей Михайловский. А в этом году у нас будут другие. Хорошо, мы чуть-чуть позже. Давайте к названию. В прошлый раз было у нас Илья в 21 веке. Да. Какое будет название, вообще тематика, какое направление, вот какова цель этих программ? Вы знаете, мы хотим показать, что 21 век, скажем так, и время Ильи, это была разная аудитория, разные слушатели, но весь одна и та же. Поэтому мы хотели бы донести ее на современном языке для современного слушателя в 21 веке. Ту же весть, потому что весь Господь не стареет. В этом году мы избрали тему, название нашего лагеря и общей тематикой будет «Поворот». Просто «Поворот». Поворот куда, откуда? Вы знаете, это поворот, который должен произойти в сознании человека. Это во-первых. Потому что ковид, он нам подсказал очень много, что соцсети – это, наверное, основное миссионерское такое, инструмент миссионерский, который сегодня очень необходим каждому из нас. И вот имея у себя в руках iPhone или iPad или компьютер, но это еще ни о чем не говорит. Там можно загрузить какие-то игры, молодежь загружает, можно позвонить кому-то, но это и другое направление можно использовать. И вот «Поворот» как раз в том, что сегодня есть мощные инструменты, очень мощные инструменты. Есть организация, которая называется Deep Vision. Она находится в Киеве, но она работает по всему миру. Это организация, которая создала платформу, на которой очень-очень большие ресурсы и колоссальные возможности по миссионерскому служению. Я так понимаю, что один из спикеров имеет непосредственно отношение с этой компанией. Да, Вячеслав Демян, он имеет… Кстати, о спикерах, да. Да, Вячеслав Демян, это, кстати, будет один из наших спикеров. Он очень много нам расскажет об этой платформе, об этих инструментах. И я даже думаю, что он поделится вот этими инструментами для того, чтобы мы могли обладать знанием. По крайней мере, он сможет нас перенаправить, может быть, к тем людям… Поворот. Да, вот тут поворот сделать со знанием нашим к тем людям, которые непосредственно сегодня серьезно этим занимаются. Он расскажет о результатах, как она работает, программа. Мы просто будем удивлены, что есть такие сильные возможности. Потому что я всегда думал, ну, хорошо, 90-й год, 91-й, 2-й. Да, появились слайды Марка Финли. И мы этим оружием, скажем, победили весь Советский Союз. Тысячи людей, миллионы людей прослушали, тысячи пришли к Богу. И когда это все закончилось, я думаю, неужели у Бога уже инструменты кончились? Оказывается, нет, они есть. Мы просто пока не умеем ними владеть и пользоваться. И вот сегодня вот этот поворот должен пройти в сознании, в личной жизни человека. С одним спикером мы определились. Второй спикер? А второй спикер — это Александр Болотников. У него будет очень интересная тема, общее такое название «Почему мы странные?». «Почему мы странные?». Я не согласился сначала с этим названием, но когда он мне рассказал немножко все-таки о том, о чем он будет говорить, я понял, что название соответствует. А странные — это мы христиане по отношению к другим христианам? Мы вообще не странные, но мы кажемся странными. Мы кажемся странными, так другие на нас смотрят, говорят, ой, вы какие-то странные, вам в эту субботу вы вообще стараетесь ничего не делать, у вас есть пища и там не так, у вас есть тем и с тем. Вы вообще странные. Потому что сегодня можно так, так и так, и вот есть много динаминаций, много конфессий, где все можно и все нормально, а вы странные. И вот об этой странности он будет говорить. То есть, судя по всему, пойдет речь о глубоких библейских исследованиях, да, наших в современном мире. Вы знаете, я не думаю, что будет, может быть, какая-то новая доктрина представлена, но она будет представлена, чтобы понять, чтобы мы сами поняли, что мы действительно не странные, чтобы мы могли утвердиться и укрепиться в том, от чего, к сожалению, сегодня христианство уходит. И вот поэтому один инструмент он будет как достичь, а второй спикер, он будет у нас для того, чтобы утвердить нас вот в том, во чем мы находимся, но настолько убедительно, чтобы у нас не оставалось сомнений. И люди, которые будут приглашены, они, кстати, тоже будут рассчитаны на то, чтобы они могли утвердиться или открыть для себя новую истину. Спасибо. Кстати, в связи с этим, а на кого рассчитана эта программа, кого мы ждем, кто будет участниками? Ну, я понимаю, что это собрание, оно рассчитано, наверное, процентов 90 на нас, верующих людей. Но мы уже пригласили на эту программу новых людей, абсолютно новых людей, которые никогда, ни разу на подобных встречах не были, и они даже еще не приезжают к нашей церкви. Они интересуются, они посещают, но они изъявили желание быть. И я так вспомнил, что Элина Вайт говорит о том, что мы можем проводить такие лагерные собрания и рассказывать о истинах. И это, мне кажется, очень хорошая обстановка, очень хорошая. Почему? Потому что там даже телефоны плохо берут. Человек, знаете, вот так вот в стороне, на природе, водопад, можно хорошо погрузиться в размышления на Божьем Словом. Хорошо. Я думаю, что в этом коротком ролике не все вопросы заданы. В общем-то, скорее всего, что эти вопросы появились у людей. А где можно почерпнуть дополнительную информацию или зайти и зарегистрироваться? Да, все на нашем сайте. На нашем сайте adventistla.org. Скорее всего, ссылка внизу под роликом. Да, ссылка уже есть под роликом. Туда можно зайти, и там вы сможете увидеть полностью ролик, расписание и стоимость проживания в нашем лагере. Там максимально все, что мы могли, мы оставили. Но если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете звонить. Мы оставили наши телефоны. Мы хотели бы, чтобы вы присоединились к нам. Вам понравится. Ну что, друзья, поехали. Поворот и за ним встречаемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова